Приветствую вас, Дмитрий. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Как мне кажется, вы почему-то тревожитесь. Давайте я сейчас прочитаю ваш вопрос. Мне 27 лет, я 11-я девушка, я 23-я первая, написала мне в связи сети, точно знает, что я ищу девушку для отношений. Во-первых, откуда вы знаете, что вы ищите девушку для отношений. Это раз, два. Что значит, вы ищите девушку для отношений? То есть, ну, это, извините, а как? Как это вы ищите девушку для отношений? Что вы в это вкладываете? Откладываете вы в это то, что вы хотите отношений. Как два права? Почему вы хотите отношений? Не в том плане, что вам не нужны отношения, нет. Вы их строите на здоровье, если вам этого хочется. В момент в том, что вы именно ищите, что вы именно ищите девушку для отношений. Я бы сказал, что в отношениях, которые получаются в результате такого поиска, в основном, ищите девушку для отношений. Проблема будет геймберная в молодежи, когда, когда мужчины видят в женщине только, только женщинах, и никого больше, вот. Я бы сказал, что это серьезная, ну, как сказать, это серьезная опасность для отношений. Потому что это очень ограничивает восприятие человека. И вы, видите, хотите проскочить этап узнавания друг друга. Хотите проскочить этап исследования друг друга. Не готовы общаться с девушкой, как с человеком, просто так. И, внимание, вас вполне можно понять. Потому что у вас нет ничего общего. Точнее, у вас мало общего. И вот этот момент нужно прорабатывать. Если вы выстраиваете отношения на основаниях, когда у вас мало общего, то будут трудности. будут компенсаторные механизмы проявляться в отношениях. Потому что, ну, энергию некуда будет деваться. Вот. То есть, она, энергию, ээээээ, должна, как-то себя проявлять, да. Вот. А ей негде будет себя проявить. Вот. И это очень важный будет момент. Который будет, на мой взгляд, существенно осложнять ваши отношения с твоей девушкой, как это происходит сейчас. То есть сейчас вы направлены чисто на отношения. Не на человека, а на отношения с ним. Потому что отношения вам нужны. И вы боитесь это потерять. А еще раз вы ищете отношения, то скорее всего у вас есть опыт неудачи. И вы боитесь неудачи. И боитесь, что не получится построить отношения. Вот. А еще, если вы хотите отношения, то вам, возможно, не очень удовлетворены в других сферах. Или считаете, что вам для того, чтобы быть полноценным, вам нужны эти самые отношения. Короче, здесь, как вы понимаете, на самую девушку, на самого человека достаточно мало остается энергии. И вот то, что вы от нее требуете, требуете от нее какую-то определенность и требуете от нее какого-то ответа. Вот эта история, как мне кажется, больше именно про вашу тревогу и про ваши потребности, которые вы можете удовлетворить только в отношениях. Ну, пока что. Вот. И от этого вы становитесь, как мне кажется, сверх мотивированным. Сверх мотивированным на то, чтобы эти самые отношения построить. Вот. А на самую девушку, повторюсь, у меня остается особой уже энергия. И от этого развивается ваша пригодность, что вы можете ее потерять, но от этого развивается ваша пригодность, что вы можете, там, что у вас может ничего не получиться. Ну, вот. Какая-то такая история. Вот. Так что, обратите, пожалуйста, на это внимание и, я думаю, что не лишним было бы вам поработать немножечко над этим, над своей тревогностью, над, вероятно, даже какой-то вот навязчивостью, хотя я могу ошибаться здесь. Вот. Ну, потому что я не уверен, что это навязывает, конечно. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Вот. А это очень важный, как мне кажется, аспект. Вот. Что ж, на этом, пожалуй, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, вам это было интересно. Вот. Надеюсь, вы для себя определенные выводы сделаете. Вот. Надеюсь, что обратный, обратный связь на мой ответ. Постарайтесь спать, потому что это позволит вам начать работу над собой. Вот. Ну и подобные, подобные вещи, когда вы пытаетесь добиться определенностью от женщины, на мой взгляд, приводит только к какому-то обратному совершенно результату, когда женщина просто-напросто теряется, пугается и хочет выйти из-под давления. Ну, здесь не только касается женщины, здесь вообще касается, наверное, любого человека. Вот. то есть любой человек, ну, не любит давления, да, не любит, как бы, когда от него что-то требует, особенно, если ничего не, ну, ничего не обещали. И вот идёт такая фраза касательная от того, что мы просто общаемся, да, и она очень, мне кажется, показательная. То есть вы себя спросите, вот, вы готовы просто общаться с человеком? Вот. Вы готовы просто взаимодействовать с человеком? Или обязательно вам нужны, нужны, там, я не знаю, какие-то перспективы, какие-то гарантии? Вот. Но идея здесь в том, что если вам нужны какие-то перспективы, какие-то гарантии, то важный момент. У вас, получается, в таком случае довольно условный раз, довольно пустое общение два. И, подсказываю вопрос, а как вы будете с этим человеком тогда вместо? Вот. Вот. А, такая вот история. В такой вот момент. Поэтому, желаю вам удачи. Ещё раз. Всего самого доброго. Вот. Будем на связи, обращайтесь за помощью, если понадобится. Удачи. С��те дамы.